Здравствуйте, с вами Владислав Ласов. В прямом эфире Енисей. Новости. Главная тема к этой минуте. Спали и ели вместе с бомжами. В Красноярске маленьких брата и сестру забрали в приют прямо с улицы. Настоящие тропики. Красноярцев на этих выходных ждёт очень переменчивая погода. Цветок достойной королевы. В день пиона дачники похвастались самыми красивыми экземплярами. Полосатое пополнение. В Красноярском зоопарке показали недельного зебрёнка. Полиция изъяла детей. Двоих малышей, 2 и 5 лет, живших без присмотра родителей в сарае частного дома в Красноярске, передали в приют. Накануне в дежурную часть поступило сообщение, что на улице Цемлянской в одном из домов вместе с бомжами находятся мальчик и девочка. Дети были грязные и голодные, а где их родители никто не знал. Подробности этой шокирующей истории расскажет Сергей Сеславин. На две недели эта сорьюшка стала домом для малышей. Спали прямо здесь в куче грязного тряпья. Запах здесь стоит такой, что глаза начинают слезиться. Даже бегового взгляда достаточно, чтобы понять, жить в таких условиях нельзя. Но выбора у детей, мальчика двух и девочки пяти лет попросту не было. Вместе с отцом они приехали в Красноярск из Казачинского района. Мужчина искал заработок. Приют нашли на улице Цемлянской в одном из домов, где постоянно собираются местные алкаши. Отец потом отыскал другое жилье, а дети остались здесь. На ночь раз спустила, потому что я посмотрел в этой стайке, ну ладно, у меня хоть, это, я обогрела, у меня хоть там диван есть, не диван, я хоть поспалила ребятишки. Пельмение наварила, там чаю, печенюшки им дала хотя бы. Но потом мне, да, зачем? Я откуда знаю, откуда они, кто и как, не дай бог ответственности. А потом мы почему ей позвонили? Ну так не делали. А если он их украл? Не дай бог. Приехавшие полицейские решили, детей нужно срочно забирать. Их распределили по городским приютам. Визуальный осмотр врачей показал, что они в порядке. Но состояние детей пока комментируют осторожно. Известны только некоторые подробности о старшей девочке. Никакого истощения, либо каких-то видимых признаков нарушения здоровья девочки не обнаружено. На данный момент она планируется ее обследование узкими специалистами-медиками. Пока отец ребенка не идет на контакт, то есть непонятна причина, почему ребенок оказался в такой ситуации. Это будет известно, когда будет комплексно обследована вся ситуация, когда будут проведены беседы с родителями и пройдут комиссии по определению вообще статуса ребенка и его дальнейшего жизнеустройства. Делом сейчас занимаются и полицейские, и следователи. Пока семья жила в Казачинском районе, она в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Теперь нужно собрать досье на этих людей, оставивших своих детей практически на произвол судьбы. Известно, что родители у ребятишек есть, однако они ведут антисоциальный образ жизни, употребляют спиртное, детьми не занимаются. По мнению местных жителей, они обращались в органы полиции, однако адекватных мер принятое не было. В настоящее время по данному факту начата доследственная проверка. Сколько времени все это займет, пока точно сказать нельзя. Но уже известно, что органы опеки будут настаивать на лишении этих, так сказать, отца и матери родительских прав. Сергей Сеславин, Алексей Гусев, Енисей. Новости. В социальных сетях появилось видео предыстории убийства в Красноярском микрорайоне Белые Русы. Напомню, уличный конфликт между двумя компаниями закончился трагично. Один человек погиб, двое ранены. В роковой ночь трое мужчин с ножами напали на людей, стоявших возле круглосуточного магазина. На свежих кадрах видно, что буквально за полчаса до этого кто-то подходит к компании парней, распивавших спиртное. Между людьми вспыхивает конфликт, а подошедшего мужчину бьют. И вот именно он позже возвращается со своими двумя сыновьями, прихватив ножи. Сейчас во всех деталях происшествия разбираются следователи. На Енисей в районе Красноярской ГЭС заметили масляные пятна. Видео цветных образований на поверхности воды появилось в одной из социальных сетей. На кадрах видно, что среди пятен плавает и мертвая рыба. Наша съемочная группа пыталась выяснить их происхождение. За комментариями мы обратились в краевое отделение Росприроднадзора и на Красноярскую ГЭС. В пресс-службе плотины нам пояснили, что сейчас происхождение пятна выясняется, но уже принимаются меры. Для ограничения распространения пленки по акватории специалисты выставили боновое заграждение. В Росприроднадзоре тоже следят за ситуацией. Специалисты дважды выезжали на место ЧП. Вот что рассказали в ведомстве. Повторно был осуществлен выезд, также было проведено обследование. Соответственно, поднялись от удачного до плотины ГЭС. В нижнем объекте было обнаружено наличие нефтепродуктов. То есть на сегодняшний момент также зафиксировали, отобрали пробы, отдали их на анализы. Готовим распоряжение на проведение неплановой выездной проверки. Жара и грозы. Такими будут выходные в Красноярске. Впрочем, выходить в эту субботу на улицу без зонта синоптики не советуют всем жителям края. Обильные ливни ожидаются практически во всех районах. Особенно рискуют промокнуть жители Туруханского района и Эвенкии. При этом будет достаточно тепло и даже жарко на юге региона до 28 градусов. Около 25 на северных территориях. А вот воскресенье будет сухим и знойным. Столбики термометров покажут плюс 30. Слабые дожди пройдут лишь на севере края. Однако в начале новой недели осадки вернутся. По территории центральных и южных районов также сохранятся дожди, но мы ожидаем их только местами. И весь период достаточно тепло. Средняя дневная температура 23-28 градусов. Ночи будут тоже теплыми, где-то от 10 до 15 градусов. В Красноярске от 14 до 18. От матроса до капитана. Работники речного пароходства отметили свой профессиональный праздник. У городского причала собралось немало красноярцев. Ветераны водных походов делились воспоминаниями и стихами собственного сочинения. А горожане любовались парадом судов. Анастасия Тиль была на празднике. Ей слово. Часть корабля, часть команды, матросы, капитаны, механики, они единое целое. Вместе несут службу и буквально живут флотской романтикой. Трепетно соблюдают морские законы и чтут приметы. Чайки бродят по песку, морякам сулят тоску. В такие шуточные приметы морские волки, конечно же, не верят. Но вот по влажности поруска могут определить, через сколько опустится туман. И говорят, это никогда не подводит. Под своими фуражками работники флота бережно хранят воспоминания о каждом спуске на воду. У ветерана пароходства Николая Павловича Скобло таких историй наберется под сотню. Он 50 лет отдал пароходству. Работал матросом, штурманом, капитаном и практически каждую свою поездку превратил в поэзию. Я был в ледовой эпопее, когда речные корабли с уродов в суровых водах Енисея замерзнуть до весны могли. Торосы дыбились угрюмо, оскалом ледяных полей. И наползали друг на друга, сжимая ребра кораблей. Все на морозе леденело, истыло на шальном ветру. От напряжения все звенело и днем, и ночью, и к утру. Могущему Енисею верно служат не только матросы и капитаны. Работники речного флота, это еще инженеры, судоремонтники, механики, диспетчеры, своего рода шахматисты. Ювелирно расставляют корабли по водному полю. Сюда вернулись с притоком. Это очень сложный период для флота, для управления эксплуатацией. Сейчас суда встают на плановые, так называемые, генеральные линии. И наша задача совместно со всеми службами пароходства грамотно, правильно расставить все суда по линиям. Речную романтику прочувствовал и губернатор края Александр Ус. Глава региона вместе с опытными штурманами прошелся по водной глади Енисей и поздравил всех работников флота с праздником. Енисей это самая могучая река нашей России, которой мы все гордимся. И она является мощнейшей транспортной артерией, которая играет очень важную роль в экономике нашего региона и нашей страны. Со следующего сезона мы возобновляем полномасштабные туристические круизы по Енисею. Мы будем реконструировать порты, строить новое, обновлять. И я уверен, что лучшее у нас еще впереди. Пожалуй, самая зрелищная часть праздника – торжественный парад судов. Сувереницы пассажирских и грузовых кораблей на Енисея наблюдали сотни горожан. Анастасия Тиль, Всеволод Никитин и Денис Шабанов. Енисей. Новости. В Железногорске демонтировали памятник Ленину. Зачем – расскажем после рекламы. Уважаемые абитуриенты, приходите к нам обучаться. Мы вас приглашаем, мы вас ждем. Наш техникум является одним из самых современных техникумов. Здесь опробируются новые сельскохозяйственные технологии. Учиться в нашем техникуме – это модно, это престижно, это современно. В Красноярске жара, а в магазинах «Элис» и «Лолис» – новое поступление летней коллекции 42-го по 56-й размер. Натуральные ткани, стильные модели, яркие цвета и фактуры – все это ждет вас в магазинах «Элис» и «Лолис». В Красноярске есть интернет-магазин «Товар для животных». Все товары на складе в Красноярске! От мух «Мухаяр» Операция обычно это то, что наводит страх и пугает своей болезненностью и травматичностью. Но только не в этом случае, ведь эта лазерная операция вен выполняется без общего наркоза, через один иголочный прокол и занимает всего 30-40 минут. Причем сразу после процедуры пациентке предложат приятную прогулку без потери трудоспособности. Ноги Алексея вызвали у доктора немало эмоций. Но почему раньше не пришел? Итог – срочная операция. Полгода назад Алексею выполнена операция по поводу крайней степени запущенности варикозной болезни. Через полгода мы наблюдаем замечательный результат. Клиника варикоза нет – это инновационный сосудистый центр, экспертная диагностика и передовые технологии. География пациентов поражает воображение. Едут за помощью отовсюду. Здесь и Северная Америка, Европа и даже Африка. Основной принцип нашей компании – один, единственный и самый первый – не навредить пациенту. Поэтому всегда очень внимательно начинаем лечение с правильной постановки диагноза. Клиника лазерной хирургии варикоза нет – город Красноярск. Улица 9 мая, 51. Телефон 205-45-01. Все новости на Енисея мы продолжаем выпуск. Губернатор Александр Ус поздравил семьи, которыми может гордиться весь край. Они стали победителями регионального этапа всероссийского конкурса. Мероприятие прошло в преддверии праздника – Дня семьи, любви и верности. Призеры получили подарки и поделились традициями и ценностями своих семей. Вообще туда надо складывать конфеты, но из-за дырки конфеты туда не ложатся. Сладости в этой семье не утаишь, ведь здесь живут дети. Сейчас у Барсуковых их семь – пять девочек и два мальчика. Родители в ожидании нового чуда – восьмого ребенка. Многодетная мама Алена признается – муж Вадим всегда мечтал, чтобы рядом никогда не смолкали детские голоса. И он всегда хотел много детей. Когда я выходила замуж, он меня настраивал сразу, что детей у нас будет много. Я, конечно, не думала, что столько много. Мне, честно, с двумя детьми было тяжелее, чем сегодня в семью. Постепенно, с появлением каждого ребенка, ты как-то вот, как мама говорит, после четвертого ты перестаешь их уже как-то вот считать. Да и место в сердце есть для каждого, в том числе и для приемных деток. Их у Барсуковых двое. Ребята все время чем-то увлечены. Они лепят, рисуют, играют. Домашние хлопоты, говорит Алена, не мешают уделять время детям, которые остались без попечения родителей. Вадим проводит занятия с трудными подростками. Им устраивает походы и сплавы по реке. В гостях у Барсуковых побывал губернатор края Александр Ус. За чашкой чая они познакомились поближе. Глава региона вручил детям подарки с символикой универсиады. Саша. О, хорошее имя. Мне нравится. Александра. Ты знаешь, мне нравится. У нее и дочка Саша. И тебе тоже я. Тебе, наверное, как холодного. Но это еще не все сюрпризы для четы Барсуковых. В этом году они приобрели новое звание «Семья года». И теперь уже в торжественной обстановке их и других победителей регионального этапа всероссийского конкурса поздравил губернатор края Александр Ус и вручил им благодарственные письма и цветы. Не только крепко любите друг друга, не только воспитываете своих деток, именно вы являетесь собой для всех окружающих пример того, как и для чего надо жить на этой земле. В этом году организаторам конкурса поступило более 120 заявок. Но лишь 10 семей стали призерами в пяти номинациях. В их числе и семья Гороховых из Дзержинского района. На мероприятии в полном составе с внуками и детьми. Недавно супругам отметили золотую свадьбу. Хранительница семейного очага Екатерина Фельдшер всю жизнь посвятила заботе не только о детях, но и о здоровье односельчан. На посту без праздников и выходных. Мне помогали дети. Молодцы. Я их очень рано приучила к трудолюбию. Они все мне помогали. И помогали по хозяйству. Я же могла в любое время на высоту идти. Они и корову подоют, и свиньи накормят. Кстати, истории, традиции и ценности каждой династии включили в почетные книги. Победители краевого этапа будут защищать честь региона на всероссийском конкурсе «Семья года». Екатерина Павленко, Алексей Гусев, Енисей Новости. И, кстати, в нашем крае уже в этом году будут введены в эксплуатацию новые школы и детские садики. А в Красноярске на одном из зданий в центре города появилась огромная репродукция картины Андрея Поздеева. Подробнее обо всем в блоке коротких новостей. Субтитры предоставил DimaTorzok частных инвесторов. В Железногорске демонтировали памятник Ленину, однако статую вождя мировой революции бережно уложили по соседству. Скульптуру сняли на время реконструкции площади и постамента. Известно, что облицовку подиума со ступенями и прилегающую к нему площадку сделают гранитными. Все работы должны закончить до конца октября, к празднованию очередной годовщины революции. На трассе в Красноярском крае перевернулась фура. В результате аварии травмы получил 11-летний мальчик, который находился в салоне автомобиля. Он был пристегнут, но детское удерживающее устройство отсутствовало. Помощь ребенку врачи оказали на месте. Аналогичная авария произошла и в Канске. Там перевернулся лесовоз. Больший груз с прицепом съехал с дороги в канаву, наполненную водой. Обошлось без пострадавших, но чтобы поднять машину, пришлось вызвать кран. Бревна перенесли на сухое место, после чего вытащили грузовик. Репродукция картины под названием «Декоративное панно-тигр» авторства Андрея Поздеевой появилась на стене здания рядом с его памятником. Работу выполнили красноярские художники, предварительно договорившись с фондом Поздеева об использовании изображения. Авторы идеи таким образом решили познакомить все хотя бы с фрагментом творчества Поздеева, поскольку многие вообще не знают работ художника. В Красноярске на Троицком кладбище с воинскими почестями простились советским летчиком Аркадием Кольцовым. В годы Великой Отечественной войны он перегонял самолеты по воздушной трассе Аляска-Сибирь. В один из таких полетов 27 июля 1943-го борт Кольцова попал в сплошную облачность. В условиях практически нулевой видимости он разбился. Долгое время пилот считался пропавшим без вести. Потом из-за неточности в документах Аркадия спутали со старшим братом Владимиром, который тоже был военным летчиком и погиб под Казанью в 44-м. Но благодаря поисковым отрядам из Красноярска удалось выяснить все обстоятельства гибели Кольцова-младшего. В Емельяновском районе обнаружили место крушения, фрагменты аэрокобры и табличку с фамилией пилота. На торжественной церемонии присутствовали первые лица города и края, а также племянница погибшего летчика. Наш солдат пришел домой. То есть все закончилось так, как должно было закончиться еще 50-60 лет назад. Всех нашли сразу. Только вот наш Аркаша как бы был неприбранный. И вот в 76-й годовщину со дня своей смерти он наконец упокоился. Ну и соответственно мы тоже обрели душевный покой. Впереди у нас еще поиски места сохранения Владимира. И нам обещали красноярцы помочь. Целые поля спелой клубники и шикарные пионы. Июль радует сибиряков цветочным и ягодным изобилием. Очень красивые кадры через пару минут. Наполните ваши выходные романтикой, отправляясь в увлекательную прогулку по Енисею на комфортабельном теплоходе. Маршруты выходного дня и дневные туры. Количество предложений ограничено. Наслаждайтесь красотой реки вместе с калейдоскопом путешествий. Телефон 242-5830. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель доступную каждому на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна. А это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Современная лазерная коррекция зрения. Новейшая методика смайл. Более точная и менее травматичная только в смайл-центре Красноярска. Бесплатная консультация 287-77-33. Вы смотрите Енисей новости. Рев моторов на острове Молоково в Красноярске. Со всей страны к нам съехались любители скоростных лодок. В краевой столице торжественно открылся первый водный стадион. Подробности в репортаже Дианы Хатяшвили. Чемпионатом России по скоростным лодкам открылся первый в городе водный стадион, которого так долго ждали и местные спортсмены. На торжественное мероприятие приехало более 50 участников. Не только из нашего региона, но и из соседних. Гости оценили и подготовку к соревнованиям, и новый центр спортивных клубов. Рассказывают, главное, что бокс находится рядом с водой. Я знаю ситуацию в других регионах страны, где боксы находятся посреди города. И чтобы спортсмену съездить на тренировку, бывает просто нет доступа к воде. И чтобы съездить на тренировку, ему надо там проехать 5-10 километров. А если что-то сломалось, то это ехать обратно. Когда на водной трассе возникают форс-мажорные ситуации, нет времени тянить что-то в другом месте. Каждая минута на счету, да и ремонт иной раз просто нельзя сделать прямо на воде. Здание можно провести в порядок судна. Места там хватит не для одной лодки. А для удобства транспортировки обустроенный спуск к Абаканской протоке. Готовиться к соревнованиям спортсмены смогут круглый год. Здесь есть тренажерный зал, теплые раздевалки с душевыми кабинками, павильоны для хранения инвентаря, а также тренерская. Раньше судьи сидели под открытым небом на берегу в палатках. А сейчас за соревнованиями наблюдают через панорамные окна. Это позволяет более качественно отрабатывать тренировки у спортсменов. Вот такого я не видел нигде. Даже в Санкт-Петербурге там стоит просто павильончик размером 3 на 1,5 метра. Тем временем на водной трассе с каждым часом рев мотора становится все громче. Спортсмен один за другим состязается за звание лучшего. Каждая команда разделена по возрастной категории и определенному классу от новичков до профессионалов. Поэтому у лодок разная мощность мотора. Это лодка ГТ-15. В ней всего 15 лошадиных сил, но она развивает скорость до 70 км в час. Раньше она принадлежала чемпиону мира, сейчас 13-му парню. У спортсменов есть свое верение, что трогать лодку и садиться чужим нельзя. А чтобы посторонние не заходили и не мусорили на территории центра спортивных клубов, планируют огородить место, разбить несколько зон для водных мотоциклов, парусников и для отдыхающих. Будут установлены лежаки и пикниковая площадка. Диана Хатяшвили, Павел Патолицын, Енисей. Новости. В селе Таяты Каратузского района местный художник создал необычный арт-объект. Сквозь рукотворный каменный грот открывается вид на горную реку Казыр. Скульптура изготовлена из газобетона и речных камней. Как выглядит объект современного искусства в таежной деревне, смотрите прямо сейчас. Вот сейчас я выкладываю камушки, чтобы вот эта бетонная заливка смотрелась более художественно. Все природные материалы для рождения скульптуры находятся практически под ногами у художника Андрея Жукова. Необычный арт-объект на краю села, возможность укрыться от палящего солнца. А еще отличное место, чтобы понаблюдать за течением бурной горной реки Казыр. Здесь всегда тень, вот здесь. Здесь садишься и ни дождь не льет, ни солнце не жарит. И здесь можно отдохнуть, посидеть, попить чаю, посмотреть на Казыр, медитировать. Эта работа полная импровизация мастера. Никаких эскизов и набросков. Изготовлен грот из строительных газоблоков. С помощью металлической арматуры скульптору удалось выполнить арки. Все швы как будто спрятаны от глаз. Получился единый монолит. В нескольких шагах от грота будет расположен пруд. Для него уже подготовили чашу. В скором времени здесь поселятся лягушки и лебеди и зацветут кувшинки. Местные жители творчества художника поддерживают. Даже гордятся своим отдаленным таежным уголком. Что-то меняется в деревне, изменяется облик деревни в лучшую сторону. Очень приятно, что такие места появляются, что сады такие появляются, что свои сады мечты будут. Было время, что делали скульптуры. Он тоже всегда помогал мастерам. Все они там вместе собирались и делали, вырезали фигуры новогодние. Помогал зимой и летом. Сейчас скульптору осталось покрасить грот специальной краской, применив несколько оттенков, чтобы создать иллюзию настоящего природного камня. Ольга Максюшина, Алексей Фролов, Енисей. Новости. Ими когда-то украшали королевские дворцы. В честь Дня пиона в Красноярском сквере имени Пушкина садоводы похвастались самыми красивыми и редкими сортами этих поистине роскошных растений. А еще посоветовали, как ухаживать за кустами пионов на даче. Почему их называли цветами для ленивых, знает Екатерина Павленко. Вы посмотрите, у него очень все резные лепесточки. Серединка очень красивая. Смотрит он очень шкод. Вера Быкова к цветам относится будто к детям. Привезла на ярмарку десятки самых разных пионов с большими махровыми шапками. Некоторые бутоны просто переливаются в оттенках. Садовод рассказывает, по своей красоте и пышности пионы уже давно составили конкуренцию розам. Розу не надо. Конечно, роза это царица цветов, но тем не менее, этот цветок очень красив. Роза, она цветет действительно тоже практически все лето. Она отцветаем, ее обрезаем, она набирает снова цветоносы. Но даже непродолжительность этого цветка дает возможность его полюбить очень сильно. В честь Дня пиона красноярские садоводы устроили настоящий модный показ всем видом этого цветка. Рассказывают, они давно завоевали сердца всех дачников. Пионы говорят для ленивых. Их посадил и, как говорится, забыл на всю жизнь. На одном месте кустарники растут до 50 лет и радуют глаз каждое лето. Могу сказать, что пионы роскошные, самодостаточные цветы. Они могут создать атмосферу праздника. Садоводы привезли сюда разные сорта. Розовые, белые, желтые. Ну и аромат стоит просто чудесный. Единственный минус, уверяют садоводы, цветут пионы недолго. Но их пышная листва на дачных участках может вписаться в любой ландшафтный дизайн. Впрочем, здесь продавцы рассказывают, как правильно посадить и ухаживать. Опытом делятся с любым. В это время горожане признаются, сюда пришли ради эстетического удовольствия. Просто вот мимо шли, зашли, думаю, что за люди. О, увидели цветы. Говорю, дочь, пойдем полюбуемся. Очень красиво. Вообще цветы все красивые. Невозможно просто глаз оторвать. Вон фиалки, просто прелесть. Все на даче растут. Я стараюсь многолетников. Какие только есть, все покупаю и сажу. Поэтому и пришли посмотреть, что тут. Впрочем, никто не ушел с этого праздника без цветов. Многие приобрели по несколько кустов на дачу, а букеты покупали на стол, в офисы и домой. Екатерина Павленко, Алексей Гусев, Енисей Новости. А следующая новость со вкусом лета. Крупная, сочная и очень сладкая. Любители свежей клубники наслаждаются новым урожаем. Ароматная ягода пошла в клубничной столице края, в селе Суботина Шушенского района. Там уникальный микроклимат, благодаря которому клубнику тоннами собирают до самой поздней осени. В районе несколько больших хозяйств, где сладкую ягоду выращивают с 1998 года. Суботинская клубника уже давно стала брендом края. Она расходится по магазинам, рынкам и ресторанам Красноярска. Кстати, ее же продают и уличные торговцы. Чтобы урожай удался ухаживать за клубничными полями, фермеры начинают, как только сходит снег. Кусты пропалывают, окучивают и удобряют. А недавно там установили современную капельную систему полива. Так что теперь суботинская ягода стала еще вкуснее. Плюсы в том, что она не поливает траву, поливает только ягоду. Это не только полив, это подкормки. То есть я могу вносить любые удобрения, если надо. Сейчас это ручные экраны. В дальнейшем это будет со смартфона. Набираете, он включается автоматически, выключается, будет сам мерить влажность. Полосатое пополнение сотрудники парка Роев Ручей поделились умилительным видео, как маленький детеныш зебры делает первые робкие шаги. Этому длинноногому жеребенку всего неделя. И пока он еще не твердо стоит на ногах, но уже бьет копытом и очень забавно виляет хвостиком. Кстати, африканские зебры отличаются суровым нравом. Они могут постоять за себя и выжить даже среди суровых хищников. Этому малышу в Красноярске ничего не угрожает, но пока он не окрепнет, будет жить в одном вольере с мамой. Имени у малыша пока нет. Но, как мне кажется, его вполне можно назвать матроскиным. С вами был Владислав Ласов. Всего вам доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok